Примета 2020-го. Патрули на улицах Чайна-Тауна в США. Ковид-19 распространялся по стране, а вместе с ним быстрее самой болезни набирала обороты другая эпидемия. Эпидемия ксенофобии. Били не по паспорту. 17 миллионов американцев азиатского происхождения, не только китайцы, но и вьетнамцы, корейцы, японцы, филиппинцы, поняли, что им небезопасно покидать свои дома. И тогда нью-йоркский активист Карлин Чан сколотил нехитрые отряды самообороны и начал патрулировать улицы китайских районов города. Он хотел, чтобы люди с таким же, как у него, разрезом глаз, просто видели, что есть кто-то, кто следит за происходящим и всегда сообщит, куда надо. Некоторым удобно обвинять китайцев в вирусе, но дело в том, что многие китайские американцы никогда даже не были в Китае. Они родились и всю жизнь живут в Америке. Продолжать этот диалог несправедливо, но под раздачу попали все американские азиаты. Наши люди весь год боялись выходить на улицы после многочисленных атак, которые получили широкую огласку. Когда женщина была облита кислотой и получила ожоги, или когда женщина была ранена в голову острым зонтом, или когда некто распылял освежителем воздуха в лицо азиату в метро. Исследователи полагают, что решающее значение имела официальная риторика. В самом начале пандемии интернет-мемом стал снимок из Белого дома, сделанный фотографом газеты Washington Post Джебином Боцфордом. Текст встречи президента, в котором коронавирус исправлен на китайский вирус. Почему вы продолжаете называть его китайским вирусом? Уже зафиксировано множество случаев нападения на американцев китайского происхождения по всей стране. Ваш собственный советник по здравоохранению, Алекс Азар, говорит, что он не использует этот термин, потому что вирус не имеет национальности. Почему же вы продолжаете использовать его? Он пришел из Китая. Кунг-флю, производный от кунг-фу, боевого искусства, и флю, по-английски гриппа. После каждого такого выступления президента ФБР предупреждала о возможном росте преступлений на почве ненависти. И, к сожалению, не ошибалась. Центр сообщений об инцидентах, основанный Азиатско-Тихоокеанским советом по политике и планированию, регистрировал на своем сайте тысячи вспышек насилия. А слово «кунг-флю» превратилось в оружие травли в школах. Согласно докладам организации, примерно 8 из 10 азиатско-американских детей сверстники кричали в спину «Это кунг-флю». Становится все труднее быть американцем азиатского происхождения. Семья из Миннесоты однажды утром обнаружила на двери своего дома не просто записку, а коллективную анонимку. «Мы следим за вами. Забирайте свой китайский вирус обратно в Китай. Мы не хотим, чтобы вы заражали нас здесь своей болезнью. Подпись – ваш дружелюбный район». Было бы трудно представить себе реальные цифры по инцидентам. Насколько мы видим, есть огромное количество азиатских американцев, которые не жалуются и не сообщают полиции о происшествиях. Часто в силу языкового барьера. Возможно, американские азиаты так и не вышли бы на улицы трех крупнейших городов США, если бы не история 89-летней китайской бабушки, которая теперь становится символом движения сопротивления насилию. Двое подростков подошли сзади и подожгли ей спину. Ее спасло только то, что она успела прижаться спиной к стене и погасить пламя. «А что, если бы это была моя бабушка или мама, или мне самому было бы 89 лет? Я хотел бы, чтобы кто-то не побоялся и постоял за меня». Рэпер Чайна Мак записывает новый речитатив «Им не поджечь нас всех». Он становится гимном азиатско-американских общин. Переходят в наступление и титулованные азиатско-американские кинорежиссеры, снимая просветительские ролики. «Я пожарный, я не вирус». «Я делаю маски, я не вирус». «Я медбрат». «Я курьер». «Я водитель». «Я повар». «Я соседка». «Художник». «Водитель». «Я доктор». «Воритесь с вирусом». «Воритесь с предупреждениями». Японский музыкант Тадатака Уна переехал в Нью-Йорк из Токио, чтобы стать настоящим джазовым музыкантом. Он считал, что без понимания культуры Америки, родины джаза, ему не обойтись. В Нью-Йорке о нем все чаще говорили, как о новом бриллианте джаза. Но его звезда закатилась в переходе метро, откуда он выполз с переломами ключицы и рук под расистские выкрики восьми избивавших его молодчиков. Дальнейшая карьера пианиста под большим вопросом. Его друзья мгновенно собрали ему в интернете на операции в 10 раз больше, чем просили. Но страх перед вирусом расизма хлоркой не стереть. Эпидемия продолжается. Анна Нельсон, Наталья Латухина, Елена Мещерякова, Владимир Бадиков, Дмитрий Вершинин. Настоящее время Америка. Нью-Йорк.